МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник днем столичным спасателям пришлось ликвидировать загорание имущества в лоджии площадью 6 квадратных метров в трехкомнатной квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажки. А виной всему стал брошенный с выше расположенного этажа курок. В результате пожара было повреждено имущество деревянная конная рама. Несмотря на то, что копоти досталось и жилой комнате, к счастью, сам огонь в квартиру не проник. Правильно говорят, понедельник день тяжелый, а для семьи, снимавшей квартиру во Фрунзенском районе столицы, он стал еще и трагическим. В 23.15 на 101 от жильцов соседних домов стали поступать сообщения о пожаре на улице Харьковской. Спасатели, прибывшие на место вызова, через 4 минуты увидели сильный дым из окон на четвертом этаже. Как выяснилось позже, пожар произошел в жилой комнате двухкомнатной квартиры, предположительно в результате короткого замыкания электроудлинителя. В этот момент в горящей квартире кроме матери с сыном никого не было. Спасатели обнаружили их на балконе. 25-летняя женщина была без сознания. Она получила ожоги 70% тела. Также там находился ее трехлетний малыш. Он получил 50% ожогов. Оба они в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Всю прошлую неделю врачи боролись за их жизни, но, к сожалению, в воскресенье из больницы пришло печальное известие. Женщину спасти не удалось. Минск чрезвычайный. Вторники среда были относительно спокойными для минского гарнизона. А вот в четверг днем спасатели помогали минским кабельным сетям в распиловке дерева, упавшего на лэп в московском районе. В результате этого происшествия 58 частных жилых домов по улице Декабристов около часа оставались без электричества. В ночь с четверга на пятницу помощь спасатели потребовалась 24-летнему парню, застрявшему в шахте мусоропровода на уровне восьмого этажа. Происшествие случилось ночью в одном из жилых домов на улице Краснослободской. Спасатели с помощью веревки извлекли его из шахты, вынесли на носилках из подъезда и передали медикам. Молодой человек был доставлен в больницу с предварительным диагнозом травмы позвоночника, нижних конечностей и синдром длительного сдавливания. Мужчина поведал спасателям, как оказался в незавидном положении. С его слов он хотел спрятаться от друзей, поднялся на техэтаж и залез в шахту мусоропровода. После провалился вниз, пролетел несколько метров и застрял. В таком состоянии он пробыл не менее пяти часов и только спустя время друзья сообразили вызвать скорую, а скорая в свою очередь обратилась за помощью в МЧС. Продолжаем. Возможно, короткое замыкание электропроводки удлинителя стало причиной пожара, который произошел днем в субботу в одной из комнат общежития на улице Пугачевской. Огнем было повреждено домашнее имущество и закопчена комната. К счастью, никто не пострадал. Также в этот день 10-летний школьник залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься оттуда. Очевидцы происходящего обратились за помощью в службу спасения. Четверокласснику пришлось просидеть около получаса на дереве напротив дома номер 6 на улице Жуковского. Однако прибывшие уже через несколько минут после вызова спасатели благополучно спустили мальчика на землю. В субботу днем в национальном аэропорту Минск аварийно сел грузовой самолет Боинг 747, следовавший рейсом Минск-Табук. Инцидент произошел около 15.30. На борту находились 6 человек, все члены экипажа. Пассажиров в самолете не было. К счастью, все закончилось хорошо и самолет благополучно произвел пасад. Минск чрезвычайный. В этот день вечером в службу спасения поступило необычное сообщение. Позвонила хозяйка Чихуахуа и объяснила, что собака упала в коммуникационный коллектор напротив дома по улице Асаналиева. Для того, чтобы достать животное из четырехметровой ямы, спасатели использовали лестницу-штурмовку. В результате инцидента питомец остался цел и невредим. И снова печальное известие. В субботу в Минске утонуло два человека. Тело мужчины 82-го года рождения спасатели извлекли из Слепянской водной системы в партизанском районе на улице Уральской. Мужчину пытались реанимировать, но безуспешно. Врачи констатировали смерть. Вечером этого же дня из Свислочи в заводском районе извлекли тело утонувшей женщины. Ее личность сейчас устанавливается. Ну а выходные в городе прошли совершенно спокойно. Ну что ж, вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Ну а на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.